Сейчас будем резать наш первый арбузик выращенный на своем огороде. Лопается. Лопается, не режется. Хорошо, что лопается. О, так еще и красненький. Боже мой. Ну надо же. Ну-ка попробуй отрежь. Вкусно, нет? Держи. Сладкий, но не очень. Нормальный, слушай. Для, как говорится, для первого опыта он довольно-таки нормальный. Шкурка тонкая, но его надо было еще раньше снять, он уже как бы мягкий. А зато без нитратов. Без одиновый нитрат. Удобрял только зеленкой и навозим. Ребята, наш арбуз со своего огорода. Пойдемте с нами прогуляемся до магазина. Улицу вам свою покажу. Магазин, площадь. Люди косят что-то там. Вот это наша улица. Пойдемте прогуляемся до магазина. Здесь она гравийная, но она ровненькая. На ней никогда грязи нету. Луж никогда нету, потому что здесь камушки. Она немножко вот местров 300. Гравийная, а потом и асфальт идет. Мама, вот рядом у вас там асфальт. Может и у вас сделают? Не знаю. Если деньги выделят, то сделают. Ну пока. Так как центральная считается, да? Да, та центральная улица. Тамы, а центральный первый. Смотри какие красивые у людей елочки. Смотри какие-то такие пушистые. Интересные растения. И такие вот есть дома у нас. Видите? В полуразваленном состоянии. Здесь живут люди. Грязно, конечно, иногда бывает. Но все равно люди выходят и убирают. Возле каждого своего двора. Видите, красиво. Такие растения. Дома маленькие, старенькие, но в основном все газифицированные. Газ раньше проводили практически во все дома. А сейчас вот говорят, что в станице уже нет технических условий для подведения газа к новым домам. Потому что не хватает мощностей. Смотрите, вон там инжир. Это тоже красивые такие. Какие-то пушистые такие. Как мягкая такая-то вишня. Ветерсик. Продолжение следует... Вот видите, уже асфальт начался. Вот пол улицы, гравийка, пол улицы, асфальт. Такие цветочки у ней. Смотрите, сколько кукурузы люди садят в своих огородах. Смотрите, сколько кукурузы. Смотрите, сколько кукурузы. Смотрите, сколько кукурузы. Вот это площадь нашей станицы. Здесь находится дом культуры. Видите, сколько бы она завезли. Всяких строительных материалов для укладки тротуара. На этой площади находится дом культуры. А слева от него, видите, там за деревьями и за плакатами находится бывшая церковь. Я не знаю конкретно, что тут было, но здание в заброшенном состоянии. Денег, по всей видимости, нет, чтобы его сделать. И так оно и стоит. Прикрыли так чутка деревьями. А зимой, конечно, все это выглядит плачевно. А здесь вот розы у них. Тоже все позасохло немножко. И здесь школа находится. Потихоньку делают, конечно, станицу. Денежки выделяются. Здесь вот детский сад. Напротив. Видите, за синим забором. Там даже видно детские эти фигурки, площадки. Вот видите, какое здание. Окошки зарешечены. Стоит, чтобы никто не лазил. Может быть, когда-нибудь здесь и сделают что-то. Выделят денежки, может быть. А может и не выделят. Сколько еще лет все это простоит, неизвестно. Хотя много чего в станице не хватает. Здание, стены кирпичные. Можно было бы и много что здесь придумать. Детей очень много в станице. И в школе, и в садике. Могли бы для детей что-то сделать. Что это за ягоды, непонятно. А может это как волчья ягода. Или как вот. Помнишь, она с ангарской. Похожа на черемуху, да. Но в то же время не черемуха. Ну, посмотри, она же как ей. Да, видишь, так же на веточках. Да, она какая-то. Ее только птицы едят. А сверху, видите, ветераны. А, это бессмертный полк. Не помним, прошлое у нас есть, будущее. Находится здесь. Прикрыли вашими спинами вот это здание. Страшное. А это уже дом культуры. Здесь все сделано красивенько. Видите. Здесь такое же дерево. С этими непонятными ягодками. Вот так это выглядит со стороны. Это здание, которое прикрыто спинами бессмертного полка. Это универсал здесь. Самый большой магазин. Сюда вся станица ходит. Есть еще двухэтажный там, в частном доме тоже. Здесь иногда работают, но сейчас только не работают. И вот этот магазинчик тоже работает. Слышите? Я вам салатик принесла. Давайте, кушайте. Идите, кушайте. Вон, вы же любите у меня салатик. Кушайте. Сколько салатика вкусненького. Давайте. Вы что, опять все от свинячили? Опять убираться надо у вас? Ай-яй-яй-яй-яй. Все траву распетрушили. Сегодня 9 августа. Курочка сидит. Все хорошо, все спокойно. Яички не бросила. Так вот бегает там, шебуршится, кушает. Водичку пьет. Ей, здесь места достаточно. Все хорошо. Умничка. Мамочка хорошая ты. Да, курочка? Как вы поживаете у меня? Малыши-карандаши. Выжили третьего малыша. Убили его. И теперь сидят вдвоем довольные. Вот такая у них жизнь. Видите, что как устроена природа слабых. Они быстренько отсеяли. А сами сидят мамочку с папочкой ждут. Кушают. Посмотрим, что будет дальше. Вот так выросла курочка наша. Которая родилась 1 июня. Видите, мама ее сейчас сидит на новых яичках. Всю травку пораскидали. Ах, вы беспризорницы мои. Убираться надо у вас опять. Что это такое? Водички у вас мало. Надо сейчас все вам налить. Убраться. Ну, ты как всегда как маленькая бегала, так и сейчас. И бегаешь, и бегаешь. Да? Бонечка, ты помогать мне пришла? Девочка моя, ну, иди заходи, заходи. Ты будешь маме помогать, да? Заходи. Заходи, моя куколка. Заходи. Ну, будем убираться с тобой. Да? Ну, курочек уберемся сейчас. Смотри, у них как грязно. У нас тут вообще такой концерт по утрам. У нас же нету петушка. Кстати, вот ласточка. Видите? Это мама этих маленьких холосточат. Так вот, что я говорю. По утрам у нас нету петуха. Так вот, та вот бежевая курочка. Я вам сейчас покажу ее. Вон там он с очень красным гребешком. Так, как я умею показать. Вот она она, видите? Что вы думаете? Она стала по утрам изображать, что она петух. Она кукарекает, смешно так. И мы вначале думали, это соседский петушок. Но оказалось, что курочка взяла тут главенство и хочет быть петушком. Не знаю, несется она или нет. У нее вырос как-то гребешок. по длиннее стал, покраснее, чем у всех. И она кукарекает, не дает покоя никому. Вот такие опять куриные новости. Сейчас я у них уберусь, водички поналиваю. Куриные новости. Давайте вам зернышки насыплю. У вас тут еще в принципе есть, но подсыплю, чтобы вам на весь день хватило. Вот так вот. сейчас водички налью. Бочку закрываю, а то мыши могут залезти сюда. Маленько вровас у них. Быстро так все засоряют они вообще. Травы насыпешь, больше раскидают, засушат. засушат. Маленько